Причина простая, просто сокращает углы и вытаптывает его. Что, закрою пока, да? Откроете потом? Точно? Да, точно. Здесь у нас вот достаточно... Ну да, но я бы помыла. Была произведена замена контроллеров. Молодцы какие. Ну вот все-таки вода в трещинах была, как вы эту природу объясняете? Для себя же вы как-то это объяснили? А здесь свежее уже, конечно же. Так, ну все-таки туда-то в МОП, в лифтовый полус, в воздух попадает. Откуда? Мы в большом количестве видели комментарии гневные относительно качества. Именно качество выполнения работы отделочной. А вот так, если реально, да, не по регламенту, реально, сколько занимают сроки? Сколько ждут устранения вот этих вот всех? Всем привет, это «Квартирный контроль». Я его ведущая, Мария Федорова. И сегодня мы в жилом комплексе «Грин Парк» от группы компании «Пик». Возводится он в Останкинском районе. Это северо-восточный округ Москвы. На участке между Березовой аллеей, сельскохозяйственной улицей и улицей Оланецкой. Но первый раз здесь побывал мой коллега Владимир Гордиенко, страшно сказать, три года назад. Сегодня мы рассчитываем пообщаться с новоселами. Увидим, конечно же, как живет и развивается этот проект. И я очень надеюсь, что нам удастся поговорить с представителями компании-застройщика. И, что еще важнее, с представителями управляющей компании. Ну а пока давайте, конечно, как всегда, посмотрим, как изменился этот проект с лета 2016 года. В 2016 году моего коллегу встретила лишь фальш-стена или мокап и два строящихся корпуса. Один из которых еще даже не вышел на поверхность земли. Сегодня, в ноябре 2019-го, мы видим два уже обжитых корпуса в блоке номер 1 и 2. Еще два объекта, блок 3 и башня 4, полностью готовы и заселяются. Блок 5 уже практически готов отдаться экспертам Госкомиссии. И шестой дом вышел на уровень нулевой отметки. Что касается заселения по пятому блоку, ну, во-первых, нужно отметить, что мы уже идем с опережением сроков строительства ориентировочно на 3 месяца, может быть, даже там около 5. Заселить мы этот корпус должны по заявленным срокам до октября 2020 года. Соответственно, разрешение на ввод в эксплуатацию мы получаем, как правило, за 3 месяца до этого срока. То есть, где-то в первом полугодии 2020 года? Смотрите, это будет второй квартал 2020 года, разрешение на ввод. Сейчас идет заселение третьей башни, ой, третьего блока. И в ближайшее время мы планируем начать заселение четвертой башни с опережением сроков строительства на 4 месяца. А по шестому какие сроки заявляете? По шестому мы заявляем срок, конец 2021 года, до конца декабря 2021 года все жители уже получат ключи. Уже будут выданы ключи, да, до конца 2021 года? Уже будут выданы ключи, да, до конца 2021 года. Третий и четвертый корпус архитектурно отличаются от первых двух, но здесь сохраняется вот эта вот цветная конфетная карамельная раскраска. Чего не скажешь о корпусе номер 5. Здесь уже скучный монохром, но продолжают эту вот пищевую ассоциацию, наверное, он похож на мороженое эскимо. Но технология везде единая, это монолитный каркас, выкладка стен из бетонных блоков. Конечно же, здесь применяется навесная вентилируемая фасадная система с утеплителем, ну, а сверху все это облицовывается фиброцементными панелями. Здесь мы уже видим очень оригинальные балконы, такие скворечники, а на пятом корпусе более консервативные балкончики. Я так понимаю, что они будут иметь панорамное остекление. Вот оно как раз сейчас ведется. Всего в рамках проекта планируется построить 8 корпусов, 7 блоков и 1 башню. Старт блока номер 7 намечен на 2020 год, а завершение всего строительства, в том числе и объектов социалки, ожидается в 2023 году. Что касается инфраструктуры, мы, конечно, отдельное внимание уделяем своим социальным обязательствам и стараемся сделать жизнь наших клиентов комфортной на всех ее этапах. В жилом комплексе Green Park будет построено 3 детских сада. Здесь их можно, да, на макете уже увидеть. Что касается поликлиники, одна поликлиника и одна школа на 885 мест. Один детский сад уже готов и введен в эксплуатацию. Строительство остальных двух детских садов завершится до 2022 года, так же, как и строительство школы на 885 мест муниципальной и поликлиники. Поликлинику тоже передаете городу? Да, все верно. В своем выпуске трехгодичной давности Вова говорил, что первый детский сад будет построен в третьем квартале 2018 года. Ну, с тех пор, конечно, ситуация изменилась. Не в сторону ускорения строительства. Сейчас уже здание детского сада имеет полную готовность. Территория благоустроена, внутри выполнена отделка. Но застройщик группы компании ПИК сейчас занимается выбором оператора. Потому что этот детский сад емкостью 225 мест будет не муниципальным, а коммерческим. Поскольку вам обойдутся услуги этого садика, я вам пока, конечно, не скажу, потому что этой информации пока нет. Второй садик уже, который, я так понимаю, окажется муниципальным, будет построен вот на этом участке. Как видно, здесь пока ведется только лишь расчистка территории. Там смотреть пока не на что, зато будет очень любопытно посмотреть вот на это здание, потому что проектировал его известный архитектор французский Доминик Кулон. Ну, и здесь, конечно, есть свои фишечки. Во-первых, это, конечно, большие окна. Во-вторых, обилие красок и цветовые решения в оформлении интерьеров. В-третьих, оптимизация пространства с помощью раздвижных перегородок между спальнями и игровыми. А также наличие большого количества помещений для кружков и секций. Первые этажи первого и второго блока уже запустили ритейлеров достаточно давно. Сюда заехали из крупных представителей «Пятерочка», «Магнит», «Вкусвилл», пункт выдачи «Уайлд Беррис». Есть аптека, открывается стоматологическая клиника. Видела я также салон красоты, языковую студию. Ну и, конечно, как и в других проектах «Пика», не обошлось и без алкомаркетов. Точнее, магазин «Красно-белый» и еще какой-то точка разливного пива. И вот чуть ли не забыла самое главное. Конечно, магазин детских товаров с канцтоварами и цветочный магазинчик. Через дорогу парикмахерская, которая носит название «Грин Парк». Но, судя по всему, это так вот жилой комплекс отражается в этом здании. Не понимаю, почему он носит такое название. Не знаю, пик вдохновлялся парикмахерской или парикмахерская вдохновлялась пиком. Это, по сути, не так важно. Гораздо важнее, что через дорогу расположен фитнес-клуб с бассейном. Характеристики каждого корпуса, такие как количество этажей, секций, число квартир, машин и мест и кладовок, мы расписали на портале «Квартирный контроль». Добавлю, что подземный паркинг прячется под каждым корпусом-блоком. Паркинг одноуровневый, количество мест не превышает 60% от числа квартир, но застройщик обещает возвести и наземные многоуровневые стоянки. Совершенно верно, да, многоуровневый паркинг наземный будет располагаться как раз возле пятого блока. Рассчитан он будет на 300 машин и мест, пятиэтажный. Так, 300 машин и мест, пятиэтажный. Продаете ли в аренду будет так? Мы его будем продавать. Реализация и старт паркинга запланирован на 2020 год. На 2020 год, то есть пока о ценах не говорите? Пока о ценах не говорим. Какое соотношение получается мест и квартир? Насколько обеспечены? Я могу для того, чтобы было более наглядно, сказать вам, что на все 5,5 тысяч квартир, которые есть в нашем жилом комплексе, есть 3900 парковочных мест, я имею в виду и подземный паркинг, и наземный паркинг. Наземные и многоуровневые, да? Да, все верно, да. Вот сейчас на первых двух блоках дефицит парковочных мест очевиден. На подземном уровне места, конечно, хватит не всем, и не все готовы покупать. Люди оставляют машины на гостевой стоянке, в проездах. И мест даже сейчас, в дневное время, когда, казалось бы, все должны быть на работе, сейчас свободных просто нету. Даже мы оставили свою машину на единственном свободном местечке, и боимся ее оттуда трогать, бегаем по всей территории теперь своими ножками. Хочется верить, что со строительством многоуровневого паркинга ситуация немножечко разрядится. Зато мы с вами имеем закрытый для доступа машин двор, безопасный полностью. Также и межквартальную территорию. Это полностью прогулочная зона, хотя каким-то образом здесь оказался один седан припаркован. Ну, стоит на аварийках, видимо, это какая-то временная такая акция. Здесь между вторым и первым блоком оборудована общедоступная, да, для всех жителей района города, роскошная уже в пиковском формате детская площадка. Есть коробка для командных игр. И, кстати, вот хорошо, что ее поставили именно в этом месте, да, здесь все-таки будет поменьше акустика от каких-то шумов. Поэтому, конечно, вот за этот вот комфорт приходится расплачиваться недостатком парковочных мест. Дворы каждого корпуса блока закрыты для доступа посторонних. Внутрь можно попасть только через подъезд, либо через калитку. Мы зашли во двор в компании представителя управляющей компании. УК Пик Комфорт, конечно же. Здесь нас приятно удивила чистота во дворе, особенно после увиденного на другом проекте Пика на маршала Захарова. Уборка у нас проводится на ежедневной основе. Соответственно, у нас убираются ежедневно, мусор увозится ежедневно. Соответственно, контролируем работу подрядчиков. Подрядчик работает на 100%. Как видите, у нас очень чисто и очень прям ухожено на территории. Так, а ваш газончик вот здесь? Данный газон будет в весенний период досаживаться. Причина простая, потому что сокращает углы и вытаптывает его. В весенний период будем досаживать газон, и все взяты яркими красками. Охрана у нас патрулирует круглосуточно, патрулирует прилегающую территорию, паркинг, по определенному маршруту обходя свои посты. Соответственно, создавая безопасность объекта. Также предоставляем услугу обслуживания системы безопасности, вывоз крупного гамморитного мусора, который осуществляется раз в день по заявкам. Нашим коллегам жильцы рассказывали, что есть проблемы с доступом в паркинг, с системами контроля доступа. Решали как-то? Да, проблему решили. Знаете, да, об этом репортаже? Мы знаем проблему, мы ее решили, устранились. Соответственно, сейчас доступ у всех жителей есть, проблема решена. Можем продемонстрировать. Так мы как с улицы заходим, так и на лифте можем спуститься, да? Можно в паркинг спуститься на лифте, можем, соответственно, попасть с улицы. Доступ в паркинг, можем предусмотреть, что у нас он работает. Далее у нас паркинг. Так, открывается, вижу. Так, мы спустились сейчас по лестнице. А вот эти двери откуда ведут? Лифтовой холл. Лифтовой холл. Лифтовой или лифтовый? Не лифтовой, а это кладовый уже. А, это кладовки. Все верно. Что, закрою пока, да? Да. Откроется потом? Да. Точно? Точно. Лифтовой пол, соответственно, в паркинг можно спуститься как по лестнице, так и на лифте. Никаких нет замков? Замков нет, замки у нас устанавливаются вот в паркинг. Так, а в кладовые? Здесь кладовые, да? Да, здесь кладовые. Так, здесь тоже не запираем ничего? Здесь, не знаю, не запирается. А вот звук пищит что-то это? Это работает, система у нас. Дверь была открыта, закрыли, она не слышит. Так, вот что сразу хочу отметить. Здесь у вас сухо. Да. Это большой плюс. Да. Тепло. Да. Тоже немало. Но справедливое замечание относительно чистоты. Видно такой мелкий мусор, где-то пыль. Смотрите, мы должны понимать, что это кладовые помещения, соответственно, еще в кладовых помещениях также клиенты у нас делают ремонт. Уборка производится у нас здесь два раза в месяц, соответственно, влажная уборка. Но, да, есть момент, то, что делать ремонт, и это все, весь мусор разносится у нас по колдовым помещениям. То есть у вас такой регламент, что вы только раз в две недели, да, убираете? Да, но мы еще дополнительно с клиентами перерабатываем, которые делают ремонт в квартире, чтобы они с собой убирали обязательные условия. При ремонтно-строительных работах клиент должен с собой убрать мусор. Так, дверь у вас помолчает. Ну, вот видите, мы здесь, здесь у нас вот достаточно. Ну да, но я бы помыла. Какие работы проводили с системой допуска? Контроллеры меняли. Это вот недавно? Нет, достаточно давно. Месяца три, наверное, вот уже. Ну, вот коллеги наши снимали как раз где-то в августе, наверное, или в июле. Ну, после их, да, репортажа была произведена замена контроллеров. Молодцы, Рахили. Работаем. Хорошо. Вот, опять же, коллега наша говорила про разметку, которая стирается, да? Да. Что планируете делать? Смотрите, у нас разметка также относится к гарантии. У нас 18 ноября будет комиссионное обследование. Это уже вызывает управляющая компания, гарантийный отдел. Одна из повестки – это нанесение разметки, то, что она пришла в негодный вид. Соответственно, у нас будет комиссия, будет определен подрядчик и будут на устранение данных замечаний. То есть тоже гарантийный случай? Гарантийный случай, все, да. Так, покрытие у вас здесь, это что, с чего сделано? Шлифованный бетон. Шлифованный бетон, трещины здесь образовались, это из-за чего? Да, смотрите, у нас дом садится, потому что дом новый, в течение 5 лет он садится, и из-за этого образуется трещина. Но, как видите, у нас на данный момент работает подрядчик по устранению данных швов. И, соответственно, вот видите, новые. Они делают распил, согласно регламенту, заливают туда смесь и дальше шлифуют, чтобы трещины дальше не расходились. Будет просто рисуночек такой, да? Да. Или как-то будут еще закрашивать? Ну, еще отшлифуют, и, в принципе, трещины дальше уже не должны идти. Так, и также говорили, что через эти трещины поступает вода. Вода не может поступать, потому что по периметру у нас есть колодца, на основании этих колодцев вода уходит в колодца, она не идет в дом. И также есть у нас еще дренажные насосы, которые работают и откачивают вод. Вот, там стоит поплавок, соответственно, уровень воды будет чуть выше, вода автоматически откачается. Поплавок стоит у нас как раз там, если посмотреть. То есть сейчас пока уровень не требующий, да, вмешается? Пока, да, не требующий, не вмешается. Система автоматически работает, при поднятии поплавка вода автоматически откачивается. Ну, вот все-таки вода в трещинах была, как вы эту природу объясняете? Для себя же вы как-то это объяснили? Ну, на данный момент я с такой проблемой не сталкивался, и при мне воды в трещинах не было. Здесь как уборка? С какой частотой? С какой регулярностью уборка проводится? Смотрите, раз в неделю у нас специальные машины здесь есть, которые убирают паркинг. В зимний период уборка будет намного чаще, потому что мы понимаем, что с машины будет сыпаться снег, соответственно, таять, будет грязь и вода, соответственно, уборка будет два раза в неделю, а даже и чаще. Так, ну, вижу, что шкафчики пожарные у вас укомплектованы, здорово. Да, укомплектованы все, опечатано, помпировано. Так, а вентиляция, дымоудаление здесь как? Смотрите, вот клубана дымоудаления у нас находится сверху. Вентиляция у нас работает, потому что чувствуется, что нет сырости. Если вентиляция не работала, было бы в паркинге сыро. Согласна, здесь комфортный достаточно климат. Так, здесь тепло. В доме, так понимаю, тоже тепло, ибо ноябрь на дворе. Как в этом году вы запускали отопительный сезон? Инженерная служба, согласно постановлению правительства, 23-го числа запустила отопление. В этом году мы запускали отопление поэтапно, чтобы избежать каких-то массовых течей. Соответственно, мы запустили отопление, и аварийных ситуаций не возникло. Массовые течи, они были в прошлом году? Слышал я об этом, что они были. Да, по какой причине? Собственники делали ремонт, соответственно, кто-то снимал радиатора и не перекрывал гребенку. И мы давали отопление, соответственно, отойдите. И, соответственно, мы же не знаем, кто у нас снял радиатор. И дали отопление, и пошла течь. В этом году пошли чуть-чуть по-другому. Мы перекрыли все гребенки и, соответственно, пустили отопление. И потом постепенно? Постепенно их открывали, да. То есть не было в этот раз никаких сбоев? В этот раз аварийной ситуации не возникло, течи не было. Соответственно, все прошло комфортно и легко. Вход в квартиру также закрыт на систему БАС-АйПи. Это умная система домофонии, современная. И доступ только у жителей данных секций. Ну, также через смартфончик можно. Да, соответственно, клиент может подойти через смартфон, нажать кнопочку, дверь откроет. Так, вот здесь чувствую, что тепло, может быть, избыточно. По поводу кислорода. Ничего не могу сказать, пока есть чем дышать. Но, тем не менее, жалуются на недостаточную работу вентиляции. Да, работа совместно с застройщиком, рабочую документацию по модернизации вентиляции лестничных клеток. И первый квартал 2020 года у нас будут завершены работы по модернизации вентиляции. Так, а где у вас вообще эти короба проходят? Лестничная клетка. Смотрите, у нас здесь вот в решетке находится клапан дымоудаления при сработке системы пожарной противозащиты. Он открывается, соответственно, и воздух уходит вверх. Так, это противопожарный. Да, а дальше у нас идет допасная лестница. А здесь свежее уже, конечно же. Так, но все-таки туда, в лифтовый пол воздух попадает. Откуда? С лифтовой шахты попадает воздух, и, соответственно, при открытой данной двери воздух попадает в данную прохту. То есть ее можно держать открытой, чтобы там было удача? Ну, по идее, воздух у нас постоянно там попадает. Проблем с воздухом нет, но на запасной лестнице будет сделана вентиляция. На запасной. Так, а туда как будут попадать? Это что-то какие-то будут отверстия делать? Проект пока не видел. На данный вопрос я не могу вам ответить. Так, ну вы еще не начали, да, эти работы? Мы пока не можем посмотреть, как они... Работа пока не начата, но уже выбран подрядчик, соответственно, первый квартал 2020 года будет уже работа выполнена. То есть до 30 марта? Да. Уже задышим полной грудью? Все верно. Да, и здесь дверка? А здесь двери, там у нас балкон, там находятся кондиционеры собственников. Данное помещение закрыто, ключ хранится в ОДС, соответственно, доступ только через заявки, через управляющую компанию. То есть даже вы не можете попасть? Нет, я не могу попасть. Хорошо. То есть у вас квартира сдаются, получается, с уже готовыми какими-то фреонными трассами, да? Абсолютно. Стоимость коммунального обслуживания в ЖК «Гринпарк» в части содержания и текущего ремонта – 26 рублей 80 копеек за один квадратный метр. Плюс расходы по счетчикам и платежи за охрану. Минимальная стоимость жилья на ноябрь 2019 года – 5 миллионов 220 тысяч рублей за 22-метровую студию. Машинные места в подземном паркинге обходятся по цене 1 миллион 50 тысяч рублей. Кладовые – от 74 тысяч за один квадратный метр. Часть реализуемого объема квартир продается с готовой финишной отделкой. Образцы ее исполнения показаны в шоу-руме в готовом корпусе. Вот в свеже сданном третьем корпусе тоже часть квартиры сдается с готовой финишной отделкой. Также в новеньком четвертом корпусе он весь будет уже готов к проживанию полностью. Но застройщик, к сожалению, пока не пускает нас, чтобы увидеть качество отделки и качество строительных работ. И очень жаль, потому что по той информации, которая есть у меня, здесь выполнял отделку уже другой подрядчик, не тот, который занимался этими работами на первом и втором блоке. Вы наверняка читали и встречали на различных площадках, на форумах отзывы о недостаточном качестве этих работ. Если же вы этого до сих пор не сделали, то, пожалуйста, заходите на портал «Квартирный контроль», забиваете в строке поиска ЖК «Грин Парк» и в разделе «Отзывы» увидите развернутые, масштабные, исчерпывающие комментарии о качестве отделки в первых двух блоках. На первом и втором корпусе также сдавались квартиры с отделкой. И мы в большом количестве видели комментарии гневные относительно качества. Именно качество выполнения работ отделочных. То есть к материалам, как правило, претензий нет к выполнению работ. У меня какой вопрос. На третьем-четвертом корпусе тот же подрядчик работал или заменили? Я могу сказать, что подрядная организация у нас сменилась. Более того, в компании появился специальный отдел контроля качества, который тщательно следит за качеством выполняемых работ. Когда клиент приобрел квартиру по акту приема передачи, получил ее, соответственно, у нее возникает гарантия на квартиру. Соответственно, в процессе своей жизнедеятельности он при обнаружении дефектов может прийти в управляющую компанию, которая находится на объекте, оставить заявление на гарантию. По определенному маршруту, по регламенту, мы отправляем данные заявления в отдел гарантийного обслуживания. Когда он принимает квартиру и уже указывает замечание, соответственно, в определенный срок эти замечания устраняют. Далее он идет на повторный осмотр, замечаний нет, он принимает квартиру. Но мы сами понимаем, что все не усмотреть. И в дальнейшем, когда уже начинают люди обживаться, что-то увидят. Соответственно, они могут также противоправить компанию написать заявление. Мы отправляем его по определенному регламенту в отдел гарантийного обслуживания, с клиентом связываются, назначают комиссионный обслуживание, составляют акт комиссионный. И после составления акта в течение 45 дней устраняют данные замечания. А вот так, если реально, да, не по регламенту, реально, сколько занимают сроки? Сколько ждут устранения вот этих вот всех? Как я вам сказал, 45 дней после составления акта этого закона о правах потребителей. То есть ни в плюс, ни в минус, ни... Ну, пораньше, либо, ну, укладываем всегда в сроки. Ну, друзья, как назло, мы не встретили ни одного новосела, который хотел бы и был бы готов поделиться своими впечатлениями о жилом комплексе и о своей квартире. Но, судя по всему, все самые активные и разговорчивые сейчас находятся на работе. Поэтому, если вы как раз тот, кому есть что сказать и есть желание это сделать, пожалуйста, для вас две площадки. Это, конечно же, комментарии под этим роликом на YouTube. А еще лучше оставляйте ваши комментарии на квартирном контроле на страничке жилого комплекса Green Park. Ваше мнение, конечно, очень ценно и важно для будущих и потенциальных ваших же соседей. И я уверена, что они скажут вам за это спасибо. Ну, а мы, в свою очередь, в следующий раз, когда будем здесь, обязательно обработаем все вот эти вот ваши вопросы и замечания. Зададим их, конечно, представители застройщика и, надеюсь, опять же, представители управляющей компании. У меня на сегодня все. Как всегда, я желаю вам правильного выбора. Мы поехали снимать следующий объект.